Значит, лекция, моя встреча будет построена таким образом, что я немножко расскажу о себе, о тех проектах, в которых мне удалось поработать за это время, чтобы вы понимали, откуда у меня этот опыт, да, и могли мне верить. Затем я расскажу про опыт европейских стран по развитию велодвижения. Мы просто рассмотрим самые лучшие кейсы европейской практики, и я расскажу, что из европейской практики сейчас реализуется, в каком виде и так далее. Затем я расскажу о концепции развития велодвижения Департамента транспорта города Москвы. Опять же, мы посмотрим, что теоретически написано на бумаге в программе, и что по факту Департамент транспорта сейчас делает. И затронем тему о том, что такое велокультура. Я расскажу про два мероприятия, которые... Одно — это велобульвар, который уже был в Москве, оно является знаковым с точки зрения развития велокультуры в городе. И второе — это мероприятие велкино. Это проект, который я продюсирую и делаю, независимо от какого департамента, который тоже направлен на развитие велокультуры. И в дальнейшем оставлю вам свои визитки, если захотите в дальнейшем со мной пообщаться, собственно, сможете со мной связаться. Если говорить обо мне, то с 2010 года по 2013 год у меня была основная работа. Я занималась созданием корпоративно-социальной ответственности для бизнеса. И параллельно этому, в некоммерческой организации, параллельно этому работал в проекте Let's Bike It. Если слышали, это проект по развитию велодвижения, который инфраструктурными изменениями не занимается. Он занимается созданием такой френдли среды в городе для велосипедистов. Это различные массовые мероприятия, в той или иной степени пропагандирующие катание на велосипеде. Среди них, например, велопарад, который в прошлом году прошел от Лужнецкой набережной до Васильевского спуска, где было около 10 тысяч человек. И вот такого рода мероприятия. Затем в марте 2013 года у меня получилось сотрудничество с департаментом транспорта. Меня позвали заниматься велосипедными мероприятиями, и в рамках этой работы мне удалось полностью погрузиться в подготовку к мероприятию «Белый бульвар», которое прошло 11 мая. Оно было таким знаковым для Москвы. Я подробнее расскажу, почему мы его так называем. С мая 2013 года я сотрудничаю со студенческой общиной. Это общественная организация, которая находится при департаменте культуры и занимается тоже созданием различных мероприятий. И вот на данный момент, как я уже сказала, я продюсирую фестиваль «Велкино». Ну, соответственно, то, о чем я буду говорить, это все из опыта моей работы в этих структурах, в этих организациях. Опыт Европы в развитии велодвижения. Я думаю, что все, кто был в Европе, могли обратить внимание, что с инфраструктурой там все очень хорошо. И мы это можем видеть и по количеству велосипедистов, передвигающихся в странах Европы, и по развитости инфраструктуры, велопрокаты, велодорожки. И даже какие-то такие мелочи, когда, например, велосипедные дорожки чистят с утра госслужбы раньше, чем чистят обычные дороги. Когда светофор для велосипедистов зеленый загорается на 3-4 секунды раньше, чем для автомобилистов. Все это располагает к тому, чтобы люди передвигались. Если говорить об основных отличиях Европы и России, не беря инфраструктуру, то в Европе люди используют велосипед для того, чтобы передвигаться в основном на деловые поездки до 7 километров. Если говорить про Москву, то сейчас у нас 1 сотая населения Москвы передвигается на велосипеде на деловые поездки. При этом у нас 3 миллиона велосипедов в городе. И в основном поездки осуществляются с точки зрения спорта, оздоровительные, прогулочные в парках. Если в Европе это деловые, то у нас это пока вот в таком формате. Если говорить о протяженности велосипедных дорог, я здесь 3 примера провела. Это Хельсинки, там 1300 километров велосипедной дороги. Если брать с пригородом, то это 2600 километров. В Лондоне 900, в Париже 371. В Москве, у меня будет отдельный слайд, по итогам прошлого года и планах на ближайшие годы, там гораздо меньше, вы поймете. Ну, не 5, а побольше. И в час пик автомобиль у нас едет 11 километров в час, а задача развития инфраструктуры, чтобы в дальнейшем эта скорость была 15,5 километров. Значит, ну, кто-нибудь из вас был в Копенгагене? Какие впечатления от велодвижения? Хороший аэропорт. Хороший аэропорт, окей. Вот здесь приведен, да, пример Копенгагена. Мы можем видеть, ну, те факты, которые, ну, мне больше всего интересны, которые, так скажем, цепляют, это то, что 37% всех жителей пригородной зоны, которые работают в центре или учатся в центре, они передвигаются на велосипеде из пригорода. То есть, фактически, какие-то люди, типа, вот как мы живем в Зеленограде, да, едут в центр на работу и каждый день преодолевают такое количество километров. Понятное дело, что там в каких-то моментах это совмещается с общественным транспортом, но, тем не менее, по статистике, это 37%. 50% всех городских поездок и передвижений, это, ну, это использование велосипеда. Так, дальше. В Нью-Йорке из 18, ну, из почти 19 миллионов жителей 8,5 миллионов передвигаются на велосипеде. В Амстердаме из 2,5 почти миллионов передвигаются. В Мехико, который является третьей страной в мире по численности, из 24 миллионов почти 9. Ну, 8,5. То есть, это говорит о том, что люди и хотят передвигаться, у них есть возможность. Потому что, например, в Москве мы сталкиваемся с тем, что люди, может быть, и хотят, но боятся выйти на улицу, потому что инфраструктура отсутствует. Там и способствуют, ну, как бы, вот этой информации, это различные соцопросы, которые проводились. Ну, вот здесь тоже несколько примеров приведено, да, и вот эти картинки, которые здесь, они тоже взяты из интернета. Можно видеть, что вот люди и на, и в костюмах, да, и в платьях, и на каблуках девушка передвигается на велосипеде, не чувствуя никакого дискомфорта. То есть, например, у них нет таких проблем, чтобы переходить спуститься с тяжелым велосипедом 12 килограммовым, когда на каблуках ты еле сам спустишься там. Так, в Копенгагене более 70% людей, которые передвигаются на велосипеде летом, продолжают передвигаться на велосипеде зимой. Вот, это очень интересная цифра. И 30 лет назад копенгагенцы говорили, мы на велосипедах никогда в жизни, а в итоге, да, мы видим такую страну с развитой инфраструктурой, с 70% людей, которые передвигаются зимой. Вот здесь вот в правом нижнем углу нарисован вагон. Это вагон пригородной электрички, специально созданный для велосипедистов. То есть, я уже говорила о том, что важно поддерживать развитие инфраструктуры и совмещать передвижение на велосипеде, давать людям возможность передвигаться на велосипеде вместе с общественным транспортом. Это могут быть крепления на автобусы, либо пригородные электрички с специальными вагонами, которые для велосипедистов специально оборудованы. Вот здесь мы можем видеть, да, что этот вагон, он, во-первых, обозначен для того, чтобы велосипедисты знали, что туда можно пройти. И он сделан таким образом, что когда люди с велосипедом туда проходят, они его паркуют, им не нужно потом крутиться с этим велосипедом, они как сквозной через поезд проходят и выходят из другой точки. Таких вагонов в электричке несколько. Во многих странах проезд дополнительно для велосипедистов не должен оплачиваться. Это тоже способствует тому, чтобы люди велосипедами пользовались. Сейчас мы подходим к теме того, что происходит в Москве. В Москве есть государственная программа по развитию транспорта с 2012 по 2016 год. Это официальный документ, в котором около 250 страниц, которые списали определенного рода эксперты. И в этом документе есть подпрограмма, которая называется «Развитие новых видов транспорта». И вот в этой подпрограмме есть блок про велодвижение. И он, что очень смешно, идет наряду с водным и воздушным транспортом. То есть велосипед в этой категории относится к новым видам. Если обратиться и проанализировать эту программу про велодвижение, там есть два пункта. Это создание велосипедных дорог и создание установки велосипедных парковок по городу. В велосипедных дорог по этой программе планируется сделать 72,8 километров. Что мы можем понимать, что до 2016 года это очень маленькая цифра. И велопарковки это специальная конструкция, для того, чтобы мы парковали велосипед, который будет располагаться транспортно-пересадочных узлов. Я думаю, что кто пользуется здесь электричкой, видели в Крюково стоят серенькие парковки с табличками. Точно со стороны новых районов. Это как раз таки программа Департамента транспорта по установке этих парковок. Также согласно этой программе парковки устанавливаются в образовательных учреждениях. Это школы, вузы, колледжи и около метро. Это табличка, которая я взяла из этого документа. Здесь указаны количественные показатели, которые при выполнении этой программы должны прийти от такого числа к другому числу. Сейчас у нас 0,01% людей от всех жителей города передвигаются на велосипеде. Задача увеличить это на 0,01% в 2013 году. Но по моим ощущениям, поскольку я последние 2 года очень внимательно слежу за тем, как люди передвигаются, конечно, есть приток людей, даже судя по тому, какое количество людей ездит. И к 2016 году задача этой программы увеличить количество велосипедистов 1,2%. Вот так вот. Средняя скорость сейчас на 2012 год 11,3. Увеличение ее должно произойти до 15,5. Количество введенных велосипедных парковок в 2012 году 2000 парковочных мест, а к 2016 году 17000. На этом я подробнее объясню, остановлюсь позже. Ну и про велодорожки я вам сказала, что это к 2016 году 72,8. Если говорить о том, что по факту происходит в Москве, то на самом деле все гораздо лучше, чем написано в программе. Если в программе написано, что у нас должны развиваться велодорожки, причем с небольшим количеством километров, и велопарковки, то департамент транспорта сейчас на себя взял гораздо больше различных вариантов развития велосипедной инфраструктуры. Если говорить про парковки, те, которые, вот я вам привела пример, то, что стоит в Крюково. На 30 мая, это последние обновленные данные, в городе, в Москве, ну и вот немножко в Зеленограде, в каких-то подобных местах, городах, было установлено 575 парковок, это 5740 парковочных мест. То есть одна парковка, она рассчитана на 10 велосипедов. Как правило, у метро транспортно-пересадочных узлов ставят две конструкции, то есть фактически на 20 мест. Значит, что касается школ, 740 парковочных, ну, конструкций должно быть установлено у школ, их уже туда отвезли, распределили, на данный момент 289 уже монтированы, это те парковки, которыми можно пользоваться. Если говорить про велодороги, мы посмотрим подробнее по плану, который был сделан в 2012 году, и я вам расскажу, что будет в следующих годах. Также очень приятная новость для города, ну, пока только для Москвы, это открытие пароката муниципального. Я думаю, что те, кто интересуется темой велоразвития, и вообще всем, что с этим связано, уже видели. Банк Москвы, Департамент транспорт совместно с Банком Москвы реализовали эту программу. То есть Банк Москвы выступил инвестором, определенное количество денег в это дело вложил. Сейчас по городу они уже постепенно начинают работать. Вот эти я вот, например, недавно зарегистрировалась, у меня есть теперь личный пин-код, я могу пойти взять в аренду велосипед. И по планам планируется в городе 104 станции, это более 1000 велосипедов. Вот, насколько я слышала от людей, есть статистика, что вот за то время, сколько он запущен, да, с 1 июня, уже украли 5 велосипедов, 15 сломали. Вот, но на самом деле это показатель хороший, потому что, когда Барклайс в Лондоне устанавливал свой прокат, у них утащили практически половину велосипедов за первую ночь. И это как бы страна Европы, ну, не зарубежно, да, не Россия. Вот, также Департамент транспорта и другие департаменты озабочены тем, чтобы не просто создавать инфраструктуру, но еще и создавать лояльную аудиторию к велосипедам. И это делается посредством общегородских велосипедных мероприятий, да. Это как раз-таки прививание белой культуры, о том, о чем я вам еще расскажу. Вот, здесь несколько фотографий, это, я их назвала, городские изменения 2013 года. На вот этой вот фотографии, которая, самая верхняя, запаркованные мотоциклы, это Кузнецкий мост, дождь. Люди, которые приехали на работу, они решили воспользоваться парковкой, да, именно в качестве, вот, как бы, своей скутеры запарковать. Дальше идет фотография, здесь крупным планом табличка. Таблички все по городу, на всех парковках идут в одинаковом дизайне. Это голубой-белый цвет, там есть QR-код, то есть человек при помощи телефона может зафотографировать, ну, отсканировать этот QR-код, и он сразу попадает на сайт VeloMoss.ru, на котором указана карта этих парковок. То есть человек может посмотреть, где есть ближайшие парковки, где он может запарковаться. И вот номер этой парковки, то есть первый, это кодовый номер, который означает принадлежность, либо там общественное учреждение, либо транспортно-пересадочное узел, либо метро, и дальше идет номер парковки. Вот, на самом деле, ну, как бы, мне кажется, что эта табличка, она в плане дизайна довольно-таки красивая, потому что когда парковки начали появляться по городу, было очень много негативных отзывов в интернете, зачем вот такие некрасивые парковки поставили, они же серенькие и вообще даже не очень. Это все связано с тем, что очень много согласований в городе нужно для того, чтобы эти парковки появились, понадобилось около года, чтобы их согласовать. Потому что создание титульных списков, проектировка, изготовление, размещение, это все в городе делается по тендерам, по определенным процедурам. Вот, и, соответственно, плюс еще каждый кусочек земли, да, у нас принадлежит разным подведовственным организациям, это тоже определенного рода согласование. И вот работа была проделана в течение года, чтобы вот с апреля эти парковки начали появляться. Дальше фотографии. Это прокат, как он выглядит. Это станция, у которой прикреплены велосипеды. Суть проката в чем? В том, что зарегистрировавшись на сайте специальном вело-байк, он называется, я там дальше тоже рассмотрю более подробно, вот, человек оплачивает абонемент, 950 рублей на сезон, и потом, согласно тарифу, ездит, берет по своему пин-коду, которому на телефон пришел, этот велосипед берет и катается. Первые полчаса бесплатно, то есть, таким образом, прокат стимулирует тебя на краткосрочные поездки. Если какие-то деловые поездки в центре, то можно взять этот велосипед, полчаса доехать, его положить, да, поставить и не заплатить ничего. И дальше схема велосипедной дорожки, здесь не очень видно, но я вам покажу целое видео о том, какая сейчас будет сдана в Москве в середине июня велосипедная дорога. Так, здесь вообще супер мелко, но это что у нас? Это велодорожки. Если говорить про статус на 2012 год, в городе было проложено 82 километра велосипедной дороги, как правило, это все было в парках. Инициатором этих велосипедных дорог выступал департамент культуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, и, соответственно, контроль за исполнением, за проектировкой, за исполнением именно, чтобы эти дорожки появились, лежал на этих органах. Если, ну, как бы, можно понимать, да, какого качества эти велодороги были, потому что, в принципе, ну, по моему ощущению, многие из них делали для того, чтобы отчитаться в своих отчетах, а не для того, чтобы действительно там хорошо сделать. Если говорить о планах на 2013 год, то 51 километр велосипедной дорожки планируется сделать в парках, в парковых зонах, и 80 километров на вылетных магистралях. Вот. И департамент транспорта сейчас взял на себя инициативу контроля создания всей отраслевой схемы велосипедных дорог в городе. То есть, фактически, по задумке, каждая велосипедная дорога должна полностью контролироваться сотрудниками с департамента транспорта от проектировки заканчивая реализацией. То есть, это посещение застройки, это работа со всеми подрядчиками, то есть, если какие-то косяки, это поручение от главы департамента на подрядную организацию с просьбой быстро это устранить и так далее. Вот. И, опять же-таки, велодорожка, которая сейчас будет сдаваться, она сделана именно по такому принципу, что уже идет непосредственно контроль от департамента транспорта. Вот здесь можно увидеть схему этой велосипедной дороги. Она протяженностью 16,3 километра. Она начинается в парке Победы и заканчивается в парке Горького. И максимально сделана по всем европейским стандартам. Здесь важно отметить, что при проектировке и про реализации этой дороги, при ее застройке, люди, которые занимались этим, столкнулись с большим количеством, так скажем, нюансов в нормативных документах, которые фактически стопорили работу на каких-то этапах. И поэтому эта велодорожка так и знаковым событием стала, для того, чтобы нормативных документов тоже какие-то положения менять, чтобы в дальнейшем, когда в городе эти дорожки будут строиться, уже люди по протоптанной дорожке шли с новыми знаниями, а не сталкивались с теми же самыми проблемами. Это очень хорошо, потому что пока ты не начнешь что-то делать, ты каких-то моментов можешь не знать. Так, видео включите мне, пожалуйста. Мы посмотрим сейчас о том, как эта дорожка выглядит, какой она протяженности, и, собственно, все принято. Это видео, оно снято департаментом, ну, так скажем, инициатором был департамент транспорта, и оно фактически принадлежит государству. Фейсбук нам нужен. Оно есть в открытом доступе в фейсбуке, на страничке VeloMoss.ru, в ютубе. Вот поэтому, если там хотите распространить его, оно, мы можем пользоваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...